Приветствую вас на нашем канале! Сегодня мы с вами обсудим аномалии Луны, а также поговорим о неизвестных спутниках, которые вращаются вокруг нашей планеты. В бесконечной Вселенной наша Солнечная система, не говоря о Луне, является даже не песчинкой, а малостью, которая несравнима с размерами звезд, а тем более с размерами Вселенной. Некоторые люди каждый месяц теряют Луну на небосводе, но это обычные явления, которые называются фазами Луны, и в период Новолуния Луна пропадает с небосвода. Это всем известно и легко проверяется. Все видели Луну, даже те, которые смотрят только себе под ноги, так как Луна в фазе Новолуния освещает Землю не хуже фонарей. Луна играет очень важную роль в жизни Земли, но сегодня мы поговорим о странностях нашего ближайшего спутника, а также о неизвестных объектах, которые вращаются вокруг нашей планеты. В прошлом о происхождении Луны рассматривали три предположения или теории, кому как нравится. Одно предположение, что Луна была образована так же, как и Земля из облака космического газа. Другая теория утверждает, что Луна, путешествуя по космосу, была захвачена земным притяжением, и Луна стала спутником нашей планеты. Третье предположение, что Луна зародилась во время формирования Солнечной системы. В это время огромное тело врезалось в Землю, и каменные метеориты сформировали кольцо. И данное кольцо, уплотнившись, сформировало наш спутник. Но, к сожалению, ни одна из теорий не является состоятельной, так как содержится много несостыковок и явных противоречий. Существуют также и неофициальные теории, что Луна представляет собой искусственный объект, созданный какой-то сверхцивилизацией, и даже что наш спутник является громадным инопланетным кораблем. Но данные теории пусть будут на совести тех людей, которые эти гипотезы предложили. Также существуют древние записи, которые утверждают, что Луну тянули через пространство к Земле, и после этого она стала спутником нашей планеты. Наше зрение видит на лунной поверхности серые пятна при любой фазе Луны. Это связано с синхронностью вращения Луны и обращения ее вокруг Земли. И это было известно в древности. Правда, некоторые древние представляли Луну в виде забавной физиономии. Но сейчас мы вернемся к тому, что я обещал. Поговорим о аномалиях нашего спутника Луны. Итак, начнем. Начнем с силы притяжения. Итак, сила притяжения Луны к Солнцу в два раза больше, чем сила притяжения Луны к Земле. То есть Луна должна летать вокруг Солнца, а не являться спутником Земли. Луна ведет себя как планета, а не как небольшой спутник. И это непонятно. Самая известная аномалия – совпадение периода обращения Луны вокруг Земли и вокруг своей оси. В связи с этим мы видим только одну сторону Луны. Об этом все знают, и ни для кого это не является тайной. Есть еще одна необычность, которая заключается в том, что Земля двигается по орбите вокруг Солнца с непостоянной скоростью и производит притормаживание вперед по направлению своего движения, которое полностью связано с положением Луны. Каким образом происходит синхронизация Земли с Луной в момент притормаживания – непонятно. Как будто какая-то невидимая сила связывает нашу планету и Луну. В 1969 году при приземлении корабля «Аполлон-12» сейсмическое оборудование на Луне зафиксировало эхо при приближении к приземлению корабля. Эхо на Луне фиксировали более часа. В следующих приземлениях более тяжелых кораблей зафиксировано эхо было еще сильнее и продолжалось около трех часов. На основании этих данных появилась гипотеза, что Луна является полой, то есть содержит пустоты или является полностью пустотелой. Существует оптическая аномалия Луны, заметная всем жителям Земли невооруженным взглядом. Луна в моменты полнолуния видна как плоское тело, а не как шар. Лучи света, попадающие на край лунного шара, отражаются не к Земле, а к Солнцу. Поэтому мы видим Луну в полнолунии как плоский диск. Узкий серп новой Луны дает освещенность такую же, как центральный участок половины Луны. Свечение Луны резко увеличивается в период полнолуния. Получается, что Луна разделяет отраженный свет на два световых потока – к Солнцу и Земле. Поэтому Луна практически не видна из космоса на прямых отрезках Земля-Луна и Солнце-Луна. Есть еще одна странность, что все снимки Луны, переданные советскими и американскими космическими аппаратами, на поверхности Луны являются черно-белыми. Черно-белые получаются даже цветные калибровочные пластины на корпусе посадочных модулей. Любой цвет на поверхности Луны почему-то теряет цветовую палитру. Или, может быть, нам морочат голову НАСА и другие космические агентства. Кто знает? Также Лунный спектр лишен полос, которые дают полную информацию о составе Луны. Также очень бедный спектр имеется у планеты Марс. Но Луна является все-таки чемпионом по скудности оптического спектра. Продолжаем далее. Есть такая аномалия, что весь попадающий на Луну свет отражается в сторону Солнца и Земли. Ночью мы можем прекрасно видеть неосвещенную Солнцем часть Луны, которая может быть только черной, если бы не освещение Земли. Земля, освещаемая Солнцем, отражает свет в сторону Луны, и весь свет, который освещает теневую часть Луны, возвращается назад на Землю. На поверхности Луны, на освещенной Солнцем стороне, все время царят сумерки. Это подтверждается фотографиями поверхности Луны, полученные с луноходом. Мы затронули только некоторые странности нашего спутника. Некоторые совсем фантастические аномалии мы обсудим подробнее в следующих выпусках. А теперь, как я обещал, мы перейдем к еще более сонным, но мало освещаемым материалам, а конкретно к неизвестным объектам, которые вращаются вокруг нашей планеты. Итак, вокруг нашей планеты очень давно вращаются два неизвестных объекта. Оба объекта имеют одинаковый размер и пустотелые внутри. Форма данных объектов вытянута и отдаленно напоминают яйца. Длина объектов от 30 до 50 метров более точно сказать невозможно. Орбиты вращения данных спутников спиральные. Оба данных объекта удаляются от Земли, затем приближаются. И среднее расстояние объектов от Земли примерно 250-280 тысяч километров. Скорость спутников составляет около 10 километров в секунду. И данные объекты вращаются по спиральным орбитам. Значит, что-то должно их периодически разгонять, иначе они сгорели бы в атмосфере Земли или врезались в Луну. Данные спутники находятся на разных сторонах Земли, практически симметрично. И они всегда движутся навстречу вращения Земли, что очень необычно, если сравнивать с земными спутниками. Данные объекты оптически совершенно невидимы, и зафиксировать их можно только когда они перекрывают звезды. И за счет появления черных перемещающихся пятен на небосводе можно определить их передвижение в космосе. Локаторы могут их определить, когда на Земле происходит новолуние. Объяснить это явление невозможно, и данных локаторных исследований практически не существует, или их очень мало. Или из-за сложности наблюдения, или, скорее всего, просто из-за запрета определенных военных структур или правительственных структур. Более точно сказать, трудно и практически невозможно. При приближении к данным спутникам, метеоров и других объектов, они заранее начинают менять траекторию полета. Сфотографировать эти объекты не удалось во всех известных спектрах, которые нам известны. Открыл данные спутники астроном-любитель. Он заметил, что какой-то объект заслоняет участки звездного неба. И при дальнейшем изучении определил закономерность движения. Он дал название данным спутникам «блуждающие пятна». Военные называют их «черная неизвестность». Данные спутники иногда синхронно покидают орбиту нашей планеты и возвращаются через несколько дней. Для какой цели они улетают от нашей планеты и куда, можно только предположить. Может быть, это Луна, так как объектов, до которых можно долететь за несколько дней, поблизости нет. А может быть и нет. В древних текстах есть сообщения, что некая цивилизация оставила наблюдателей, которые парят в небе. И у них есть или послание, или предупреждение людям Земли. Может быть, это автоматические автоматы, оставленные суперцивилизацией с погибшей планетой Фаэтон. А может быть, они содержат капсулу мудрости, которые будут доступны через определенное время. Или ждут своих создателей, которые их оставили на орбите нашей планеты. Есть в древних текстах описание, что на Луне существует высокотехнологическая невидимая база, расположенная в одном из многочисленных кратеров. В V веке до н.э. афинский астроном написал в одном своем труде странные строки. Селена всех скрывает, и глаз не видит наш, где купол из стекла сверкает. Установили боги-страж. Что имел в виду древний астроном? Может, он пытался сообщить, что на Луне невидимая станция, созданная богами, и охраняться некими стражами. А может быть, какими-то механизмами. Если поверить, что американцы были на Луне, тогда можно предположить, что одно из заданий было исследовать море спокойствия, куда приземлился их корабль. Но задаем вопрос, откуда древний астроном в V веке до н.э. мог знать секреты, которые практически мы сейчас не можем объяснить. Американцы при посадке на Луну наблюдали гигантские прямоугольники и строения, напоминающие мосты, яркие вспышки газа или что-то другого и другие непонятные явления. Экипаж Аполлона-11 всегда отвечал, что дали подписку о неразглашении, а из 700 пленок таинственным образом исчезли 698. То есть осталось от экспедиции всего две пленки. Существуют записи разговоров, сделанные радиолюбителями, а также ставшие достоянием общественности на документы НАСА. После прелунения и осетания пыли Армстронг сообщает по радио. Они диаметром от 182 до 450 футов. То есть это примерно от 6 до 15 метров. А затем он говорит, на расстоянии около полумили 800 метров от нас видны следы, которые похожи на оставленные гусеницами танков. А еще через мгновение здесь находятся большие объекты СССР. Огромные! О боже! Здесь находятся другие космические корабли. Они стоят с другой стороны кратера. Находятся на Луне и наблюдают за нами. Может это одна из автоматических баз фаэтонцев, обнаруженные американцами на ОНИ. И возможно на эту или другую базу прибывают вот эти два неизвестных невидимых спутников, летающих вокруг нашей Земли. Для подзарядки или для других неизвестных нам целей. На этом сегодня мы закончим с вами разговор о Луне и неизвестных объектах, которые, возможно, многие тысячелетия летают вокруг нашей планеты. Что они несут в нашей планете – это вопрос, который нам предстоит разгадать. Всего хорошего! До новых встреч! И подписывайтесь на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok